Они рождаются всегда темно-серыми, и по мере их взросления они прочищаются, перелинивают и становятся уже совершенно белые. Изначально конно-спортивная база «Виват Россия» в деревне Орлова использовалась исключительно для проведения соревнований. Но вскоре стала также домом для турнирных лошадей, которые здесь живут, тренируются и готовятся к состязаниям. Сюда и отправились на экскурсию многодетные семьи в рамках ежегодной акции «Неделя доброты и щедрости». В конном комплексе живут более 120 лошадей. Все они верховые, а это значит, они настоящие спортсмены. Каждый день у них расписан буквально по минутам. Завтрак, обед и ужин строго в одно и то же время. У каждого хвостатого спортсмена свой рацион и своя диета. У каждой лошадки свои мысли по индивидуальной диете подбираются. Кому-то больше кукурузы, кому-то больше нужно горох. Выездка, конкурд, драйвинг, драйборья, пониспорт. На конно-спортивной базе живут представители всех этих дисциплин, а также лошади паралимпийской сборной России. Поэтому у каждого спортсмена свой график ежедневных тренировок. Также здесь проходят занятия по ипотерапии, лечебной верховой езде. Лошадь должна подойти к соревнованиям в хорошей физической и психологической форме. Лошадь для нас в первую очередь это партнер, это счастливый атлет и это никаким образом не средство для тренировок. После тренировки каждый спортсмен в обязательном порядке принимает душ и затем отправляется греться и сушиться в солярий. Ребята из многодетных семей своими глазами увидели все эти процессы, а также узнали о лошадях много нового. Об одежде, о лошадях, ну вообще. О породах. Да, о породах еще. Спасибо большое организаторам. Нам экскурсия очень понравилась, потому что здесь такая душевная атмосфера, очень серодушная, чистенько, красиво. Такой приятный был экскурсовод. Детям было интересно посмотреть, как чистят лошадей, как они загорают. Хорошие впечатления сложились. В восторге, да, то, что чисто. Большой, крупный комплекс. Детям моим тоже понравилось. Напоследок ребятам удалось прокатиться на лошадях верхом, а затем угостить их лакомствами – яблоками и морковкой. А мастер спорта по выездке Анастасия Котичева пригласила их на соревнования, которые устраиваются на Гранд-Манеже каждые выходные. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Анастасия Котичева